всем привет дорогие зрители вы находитесь на обучающем канале айти дистрикт и сегодня мы поговорим про android разработку и про самую главную проблему которая связана с обучением android разработки а эта проблема заключается в том что непонятно как обучаться программированию данном случае android разработки и в сегодняшнем видео я вам дам пошаговый план того что зачем следует учить и как правильно построить свою систему обучения первую через чего стоит вам начать обучение android разработки но это конечно подготовить все программное обеспечение вам нужно установить же детей и установить среду разработки то есть android studio и настроить все самое необходимо если мы говорим про android studio вам нужно установить настроить это android studio под себя выбрать внешний вид android studio да и подклю и вы сделать самые предварительные настройки например подключить свой смартфон на котором вы будете тестировать свое разрабатываемое приложение да и подключить тип смартфон android studio и все на это настройки если вы не знаете как это делать то под видео будет ссылка на мои видео уроки о том каргиара где я рассказываю как это можно сделать итак у вас все готово что следующее следующим вам нужно изучить основы языков на основе которых производится разработка android приложения если мы говорим про шаблоны до создания именно шаблона приложений то все осуществляется на языке и xml язык xml подобен если кто изучал разработку сайтов то есть веб-разработку подобен языкам html css то есть вы на этом языке создаете внешний вид вашего приложения то есть шаблон что стоит изучить на по и на языке xml первую очередь вам нужно изучить layout и то есть компоновщики элементов приложения и также нужно изучить основу верстки ваших основных виджетов приложений да то есть элементов из которых состоит приложение начать стоит из таких виджетов как текст ю батон и имидж ю имидж батон и многие другие как бы их не проблема найти в интернете после того как вы это все и если мы говорим уже именно про программирование то сложность android разработки в том что фактически ему вы можете разрабатывать на двух языках программирования это java и котлин хотя google сейчас объявила то что основным языком для разработки приложений является котлин но котлин работает на джаве то есть можно сказать что котлин это новая усовершенствованная джава поэтому вы выбираете сами на чем писать или лично я в при разработке приложений использую одновременно эти два языка что нужно изучить в этих языках вам нужно изучить переменные условные операторы циклы массивы особенно стоит уделить внимание коллекциям например коллекция или коллекции лист до нужно изучить функции ну то есть методы и поподробнее остановиться на объектно-ориентированного программирования которая лежит в основе android разработки то есть вам нужно изучить что такое класс и как они создаются как создаются конструкторы как создаются объекты и разрабатывать и разобрать три основных методов объективно объектно-ориентированного программирования это наследование и капсуляция и полиморфизм и связанный с ним и также вам нужно разобрать связанную с ним тему это реализация интерфейсов следующем чем нужно заняться это приступить именно к изучению android разработки вам нужно изучить подробно разобрать создание активити и фрагментов то есть разобрать чем они все отличают чем они отличаются друг от друга возможно вам стоит написать некое подобие интерфейса как у почтовых сервисов ну например вы допустим у вас есть активити то есть основной экран основной экран куда вы слева через фрагменты отображаете список ваших клиентов до и справа другой фрагмент и полы и делайте так чтобы при клике по левому по элементу в левом фрагменте то есть про он по названию клиента отображается правом фрагменте после клика отображается именно инфа конкретная информация по нему а при клике по другому клиенту воображая отображается другая информация также вам нужно изучить принципы принципы обмена информации между в activity activity между activity фрагментом между фрагментами фрагментом то есть вам нужно изучить такие объекты как in intent и также bundle также стоит остановиться на такой теме как шарит preference которая позволяет хранить какую-то строку ли какой-то небольшой объем данных в статистическом объекте и выгружать его в любом месте вашего приложения но сразу скажу что повсеместно его лучше не использовать этого допустим вы разрабатываете допустим приложение какое-то да и вам нужно хранить на какое-то одно значение на протяжении работы всего приложения ну как бы как какая-то настройка и вы можете хранить эту настройку вот в этом объекте раз таки шарит preference далее нужно перейти к разбору виджетов к разбору виджетов то есть компонентов из которых состоит android приложение да вы уже знаете его excel мель как создаются но теперь нужно изучить все то что можно с этими виджетами сделать вам нужно изучить начать таких виджетов так как текст ю батон имидж ю им имидж батон а именно изучить и а именно изучить программные способы допустим записи текста в них установки допустим фонового изображения или просто изображения ну и конечно же изучить такую тему как обработка кликов по кнопке узнать должны разобрать как одиночный клик по одному по одному виджету так и понимать как это дикат сделать кликов например по кнопкам если их несколько находится в одном фрагменте или в одном активе также вам нужно изучить изучить такую тему как теги и свойства вижу бы разобрать как можно при клике допустим по кнопке отображать двойное состояние этой кнопки и выводить или скрывать какой-то контент при клике по кнопкам и кстати говоря параллельно с изучением этих компонентов то есть виджетов параллельно нужно изучать концепцию материал дизайна ведь из него ведь в основном все виджеты на 90 процентов идут из этой из этой концепции да вы должны например обратить свое внимание на такие виджеты как ботом а бар ботом navigation стул бар табло я out floating actions батон различные чипы ну и многое другое там очень много всего ссылка на эту концепцию будет в описании где вы можете все это посмотреть мне кстати вас очень много времени уйдет для то чтобы разобрать каждый из этих виджетов если вам интересно подробнее раз чтоб я рассказал про эту библиотеку то не концепцию то пишите это все в комментариях я по я все комментарии просматриваю далее нам нужно вам нужно будет разобрать такую тему как view пейджер то есть и пейджер это такой виджет который позволяет привод сделать контент листающим это некое подобие слайдера в веб-разработке да то есть есть какой-то контент который можно мотать и допустим отображать количество просто мало просматриваемых слайдов также вам стоит обратить внимание на такую такую тему как флиппер это это позволяет а некое подобие тоже как вроде как работает как и пейджер но только вы листаете не элементы а прямо или происходит листание экранами помощью него можно например создавать приложение книги далее мы переходим к разбору такого очень важного элемента из концепции материал дизайн этот виджет встречается чаще всего в приложениях он используется всегда это recycle review это этот виджет позволяет позволяет автоматически сгенерировать контент в виде списка то есть вы можете в виде списка отобразить список товаров список пользователей и не просто как бы список списком сделать да а сделать как бы виде карточек то есть автоматически можете допустим сделать перечисление товаров дал по вертикали и в каждом пункте это в каждом перечисление товара в каждом в каждом пункте будет изображение товара название описание кнопка детали которая может а то потом при пике по этой кнопке вы можете отображать конкретный товар и сделать все это букву не все это в автоматическом режиме поэтому очень сильно обратите на это внимание если вам вы хотите увидеть видео с разбором вот с общим разбором от этого вид что рейса кларью то пишите также все в комментариях далее вам нужно перейти обязательно к изучению баз данных ведь без баз данных вы не создадите ни одно на реально нормальное приложение вам нужно изучить сначала локальную базу данных sql light это сам это стандартная база данных под android которая которая размещается на именно уже именно на устройстве каждого пользователя вы должны разобрать полностью как создаются как создается эти либо это база данных разобрать 7 методы которые вы можете применять то есть действие с базой данных это операции создания базы данных по пине операции открытия базы данных закрытия базы данных создания базы данных обновления базы данных редактирования базы данных да и удаление базы данных ну и конечно получение различной информации с помощью различных фильтров ну то есть вы должны разобрать тему 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 курсоров дальше мы возвращаемся к нашему предыдущей теме recycler view и вы должны разобрать как с помощью как из базы данных и сквилай наполнять ваш recycler view далее находит наступает разработка более высокого уровня вы должны уже разобрать не вне и локальную базу и skylight а уже разобрать создание клиента серверных приложений то есть вы должны разобрать как работать с базой данных на сервере то есть как это устроено допустим у вас есть хостинг вы создаете на этом хостинге есть у вас домен на этом домене располагается база данных на сервере располагается база база данных mysql и вы должны получать и вы должны работать с этой базы ваше приложение должно работать с этой базы данных которая находится где-то на сервере то есть она должна через интернет работать с этой базы данных это достигается с помощью изучения такой библиотеки как retrofit кому интересно об этом поподробнее узнать то также пишите в комментариях сделаем видео по этому далее вам нужно изучить многопоточное программирование например у вас приложение при клике по кнопке вы должны записывать записывать какие-то какие-то данные в майс база и базу данных москвей должны происходить запись именно в какие-то строки да и происходить именно в строки в приложении и должна происходить переадресация на следующий activity допустим через объект intent если вы со за если вы не используете многопоточное программирование что происходит сначала происходит запись допустим в базу данных на сервере mysql потом происходит запись строки и потом уже происходит переадресация то есть открытие нового activity то есть нового экрана то есть пока они допустим если они запишутся информация mysql не будет происходить следующая операция и такая вот такая операция такое ожидание может у нас самых шустрых устройствах где-то в занятию клиента 35 секунды а это не очень хорошо современные приложения должны работать молниеносно быстро и поэтому что происходит что сейчас что нам предлагает современная разработка современная разработка нам предлагает делать все это не в одном потоке а главном потоке сделать переадресацию на новые activity а в дополнительных записывать двух дополнительных записывать информацию mysql и строки то есть что происходит происходит моментальная переадресация то есть открытие нового интента и в этот момент мы проект мы производим запись то есть все быстренько происходит как такого как этому как этому прийти это зависит от языка на котором вы пишете есть да есть если вы те кто пишет на java есть rx java но намного проще освоит к рутины котлин до информации как бы много она вся запутанная не все по ним она очень плохо сделано очень плохая подача этой информации очень сложно разобраться в этом но можно разобраться лично я сторонник использовать к рутины я просто покопался на неделю в них кстати говоря я брал один курс он оказался очень плохим его отдал обратно потом брал другой курс тоже плохой но в итоге пришел к тому что я изучил официальную документацию где где нормально все написано и не покопавшись уже своем приложении я изучил карутины и применил их и запустил и я вам хочу сказать это очень крутая вещь после того как вы изучите многопоточное программирование вам стоит уделить свое внимание даггеру даггер это такой фреймворк который по сбор позволяет позволяет усовершенствовать тестирование вашего приложения после того как она будет уже разработана и после того как вы решите протестировать его качественную работу и кстати говоря по поводу тестирования вам также нужно изучить как разработчику тестировать свое уже готовое приложение в общем такая схема получилась по ссылке в описании будет доступна этот план обучения я это обновляемый план обучения все что то будет меняться то я буду обновлять это все не находится в google документах ссылка на это все будет в описании ну и главный вопрос как это все изучать главное главное главный вопрос как это все изучать ответ ответ на самом деле на поверхности ни в коем случае не изучайте это теоретически изучайте это по мере того ск по мере того по мере необходимости то есть вы берете возьмите себе какое-то сделаю за цель взять какое-то разработать приложение и начните делать то есть вам на экран нужно поставить две кнопки так разбираем как делает как делается это как обрабатывать клики что ну дальше нужно делать нужно сделать там список допустим с пользователями так смотрим это делается через recycle review изучая откуда эти та информация должна на если она должна происходить механические то есть если она должна статически происходить то ну заполняем из ресурсов если автоматически то как бы изучаем какую базу данных применять и все вот поэтапно 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 многие разработчики говорят что нормальным состоянием считается то когда и разработчик заходит какой-то проект или свой проект начинает делать и он знает всего лишь 20 процентов того что ему нужно и правил в процессе написания проекта он изучает это и считается это нормальной ситуацией поэтому все познается только в практике не изучать и это просто теоретически насколько уйдет все это времени ну например на у наверно для того чтобы все это изучить год-полтора и до совершенства довести еще год ну то есть два с половиной года это да конечно вы можете вы через год уже сможете писать нормально уже сделайте нормальное свое первое приложение хорошее приложение которое будет вот все эти технологии к себе совещать я вам хочу сказать что да вот если вы делаете более-менее тут же интернет на тот же подобие store applications то есть подобие интернет магазина то все эти технологии там будут обязательно и это где-то год вам потребуется на это год быстрее не получится но это сказать это не разработка сайтов где вы можете все быстро месяцу это сделать да быстро изучите все все наваять нет разработка приложения это намного более высокоуровневая разработка по сравнению с разработкой сайтов и более сложная с другой стороны нам поэтому более высокооплачиваемая и поэтому она более интересное и более перспективное. А на сегодня у меня все. Надеюсь, было полезно. Если ролик понравился, ставим лайк. Если что, подписываемся на канал. Ну, у нас на связи был IT District. До связи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok